МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерия Седова. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Андрейкин, двукратный чемпион России по шахматам, финалист ФИДе 2013 года. Дмитрий, здравствуйте! 5 сентября завершился чемпионат по шахматам в Челябинске. Расскажите немного о самих соревнованиях. Да, это был суперфинал чемпионата России, высшая ступень в борьбе за звание чемпиона России. Чтобы туда отобраться, соискателям нужно сначала пройти через чемпионаты округа, потом попасть в пятерку на высшей лиге. В этом году мне немножко повезло, что я смог квалифицироваться по рейтингу. Так достаточно неожиданно для себя, потому что на момент квалификации у меня был низший рейтинг, возможно, за последние 5 или 6 лет моей личной карьеры. Это был рейтинг, который равняется 2702 пункта. Ну, соответственно, после квалификации у меня было не так много времени на подготовку, где-то около месяца или полутора. Но, тем не менее, удалось достаточно хорошо подготовиться, как физически, так и морально. То есть у меня были некоторые опасения в том плане, что я достаточно долгое время не играл в такие длинные турниры. То есть все-таки это 11 партий, 11 напряженных партий, плюс есть такое правило, что нельзя предлагать ничьи до 40-го хода. То есть это фактически гарантирует то, что партия продлится 4-5 часов, вероятно, больше. Поэтому турнир, безусловно, тяжелый. То есть я был уверен в своем шахматном классе, но не был уверен, скажем так, в физической форме, в каком-то ментальном состоянии. Но, тем не менее, все удалось достаточно хорошо, удалось выиграть первую партию, после чего я уже практически всю дистанцию лидировал, либо отставал от лидера на минимальное количество очков. И как-то, в общем, весь турнир был в борьбе, был мотивирован. И вот финишный рывок совершил из последних пяти партий. Удалось взять верх в двух, сделать три ничьи, чего хватило для первого места. Дмитрий Мьяковенко, вы набрали по 7 из 11 очков, и начался тайбрейк. То есть очень короткие партии. Как к ним готовились, как на них играли? Ну, так, я предысторию расскажу, что, в принципе, мы с Димой хорошие друзья. Мы играем за один клуб на клубном первенстве. И, в принципе, довольно давно знаем друг друга. У нас достаточно много общих турниров. Поэтому я хорошо знаю, скажем так, его дебютный репертуар, его стиль и прочее. Его слабые места, само собой. Ну, конкретно к этому тайбрейку подготовиться не удалось, поскольку я достаточно все-таки неожиданно для себя выиграл черными у одного из фаворитов турнира, Владимира Федосеева, последнюю партию. То есть я считал, что если я ее выиграю, то это уже делешь первое-второе место, это уже отличный результат. Но после того, как удалось выиграть, все-таки я смог, так сказать, настроиться на борьбу, что очень важно. Потому что бывали в истории суперфиналов такие случаи, когда человек тоже выигрывал последнюю партию и уже несколько расслаблялся, и на тайбрейк выходил неготовым. А здесь удалось собраться. У меня где-то было около часа отдыха. Ну, я, честно говоря, шахматную составляющую не готовил. Я просто решил, что надо немножко отдохнуть, там полежать, чайку попить, покушать сладкого. И уже вышел со свежей головой на борьбу. Но вообще тайбрейки – это очень короткие партии. Вот готовитесь ли как-то... С Дмитрием Яговенко, понятно, вы были готовы. Ну, более-менее. А вообще к тайбрейкам как-то готовитесь на тренировках? Есть какие-то тактики для начала ходов? Да, ну, у меня достаточно большой опыт игры в тайбрейках. Даже вот вы говорили вначале, что я финалист Кубка Мира 2013. И большинство матчей я играл в классическую часть в ничью на Кубке Мира. И уже на тайбрейках по такой же системе, две быстрые партии, я обыгрывал своих конкурентов, порой очень сильных, превосходящих меня в рейтинге. То есть у меня достаточно большой опыт. Но здесь, на мой взгляд, важна все-таки нервная система, потому что, как правило, от тайбрейка зависит очень многое, а принимать решения нужно в короткое время. Нервная система и умение концентрироваться. То есть вот на эти ближайшие полчаса или час, которые проходит тайбрейк, надо быть, конечно, невероятно собранным. В каждом фильме о шахматистах они играют слепую или играют несколько партий одновременно. Вот у вас было такое? Да, но вот, к сожалению, я в этом не преуспел. То есть сеансы одновременной игры у меня, конечно, были. Достаточно много. Там, наверное, максимум в досках на 20 или 30. Но это именно в живые шахматы. И, как правило, с детьми, которые все-таки значительно уступают в классе. А в слепую я как-то толком так и не научился играть. То есть мы иногда играем с друзьями-шахматистами, ну, такие дружеские партии вслепую. И обычно удается дойти до конца. Но я не могу себе представить, чтобы я там, скажем, давал сеанс на 5 или 10 досках. Потому что, ну, как-то у меня мозг, вот, видимо, не настроен на это чуть-чуть. Потому что я знаю, что, конечно, есть люди, которые там дают на 40 досках, на 50. Это мировой рекорд. Книги рекордов Гиннеса и так далее. То есть это для меня, конечно, очень тяжело. Ну, а вот как-то на тренировках есть такие моменты, что обучают там игре именно на нескольких досках или запоминать партии, играть вслепую? Ну, я все-таки думаю, что для профессионала это не самое лучшее качество. Тем более, что, опять же, люди, которые давали сеансы вслепую на большом количестве досок, они после этого говорили, что там сутки или двое очень болит голова. И то есть это не очень хорошо, я думаю. То есть это перенапряжение, на самом деле, для мозга. Я думаю, что профессионалу это не нужно. То есть это не то качество, которое стоит развивать профессиональному шахматисту. Гарри Каспаров сыграл с компьютером, был один из первых шахматистов, который это сделал. А вы играли с компьютером? И как сыграли? Ну, с компьютером играли в детстве. Тогда еще были игровые программы достаточно интересные, можно было с ним бороться. А сейчас с компьютером практически не играем. То есть мы его используем для подготовки, поскольку компьютерная мощь значительно возросла в последние годы, и бороться с ним бесполезно. То есть если я играю в интернете, то я играю чаще с живыми людьми. Потому что с компьютером играть смысла нет, он так или иначе обыграет человека, и еще упадет самооценка и так далее. То есть это совершенно ни к чему. Я думаю, что с компьютером все-таки надо брать какую-то пользу, но не в практической игре. А в интернете вы как-то вот онлайн играете там через какие-то сервисы с неизвестными людьми? Нет, с известными. У нас есть порядка трех таких крупных сервисов. Два американских, один немецкий. Но есть также российский, но он все-таки не пользуется мировой популярностью. А на одном из американских серверов всегда собирается достаточно много сильных шахматистов. И всегда можно найти соперников в принципе в любое время суток. То есть если это ночь, то там преимущественно будут сидеть в онлайне американцы. Если это день, то европейцы. И всегда можно с кем-то поиграть. А там партии длятся столько же, сколько и в обычных шахматах? Нет, это близ партии. То есть от одной минуты до пяти. Ну потому что сидеть перед компьютером два часа, понятно, довольно скучно. Один из лучших гроссмейстеров мира, Магнус Карлсон, назвал вас в перспективе одним из опаечнейших противников. Вот такой вопрос. Хотели бы оказаться с ним за одной доской и вообще с кем вы хотели оказаться? Ну хорошо. Во-первых, это все-таки довольно старое высказывание Магнуса. То есть он это сказал, вероятно, 10 лет назад, если не больше. А что касается оказаться за одной доской, ну мы с ним играли, например, в 2017 году партию на супер-турнире в Айконзее. Но это одна партия. Понятно, что пока что до матча с ним, скажем так, дотянулся довольно тяжело. Отдельные партии мы играли и в классические шахматы, и в диспартии не так давно. Но поэтому у меня нет такой мечты. То есть у нас нормальный счет примерно равный. Ну а с кем-то вот из известных шахматистов хотели бы оказаться за одной доской? Ну я со всеми переиграл в своей карьере. То есть, например, если брать Владимира Крамника, который все-таки значительно старшего поколения, и мы с ним, скажем так, росли в разных условиях, то, как мне странно, вот именно с ним я сыграю больше всего классических партий, порядка 12 классических партий. То есть это даже больше, чем играл со своими ровесниками в детских турнирах, с которыми я рос вместе. Поэтому, в принципе, мне кажется, я сыграл абсолютно со всеми хотя бы одну партию. И даже у многих удалось победить. Сейчас много появляется фильмов о спорте. Это футбол, хоккей, баскетбол и так далее. Но вот очень мало фильмов именно о шахматах. Вот как вы считаете, этот вид спорта сейчас популярен? Ну, во-первых, все-таки достаточно много старых фильмов о шахматах. Вот недавно вышел неплохой фильм о Фишере в 2015 году называется «Жертвуя пешкой». Но также, мне кажется, все-таки сейчас шахматы идут на некоторый подъем, потому что даже появляется эфирное время на центральных спортивных телеканалах, как Матч ТВ. То есть, в принципе, наверное, шахматы недостаточно популярны, скажем так, они заслуживают большего. Но сейчас все-таки есть некоторая тенденция к подъему. Я имею в виду именно телевидение. Какого-нибудь человека, который не связан с шахматами, вы как-нибудь заряжали энергией от игры, что ему хотелось идти и играть в шахматы? И как вот это происходило? Ну, честно скажу, я думаю, все-таки такого не было, чтобы вот именно заряжать. То есть, есть люди, которые интересуются, спрашивают, как, что, но чтобы вот так сходу взять и зайти в игру, это довольно тяжело. Понимаете, в принципе, шахматы — это довольно сложный вид спорта. То есть, я, в принципе, для себя решил, я играю в некоторые дисциплины, некоторые игры настольные, там, компьютерные и так далее. И, в принципе, я решил, что спорт, такая игра, она должна быть с достаточно простым входом, интуитивным. То есть, должен быть простой вход, человек должен сразу понять азы игры, а потом уже постепенно познавать какие-то сложные элементы. Вот в шахматах, к сожалению, все-таки надо год или два уделить даже азам. Если это, там, не пятилетний ребенок, который все на лету схватывает, он, конечно, может и за полгода научиться. А взрослому человеку все-таки надо уделить достаточно много времени и потратить много сил именно на постижение правил в том числе. Поэтому взрослому человеку не так просто сразу взять и зайти в игру. Шахматы вообще за много лет претерпели изменения очень сильные. А вот жизнь современного человека как-то изменится, если он начнет играть в шахматы? Ну, я думаю, что все-таки жизнь гораздо сложнее, нежели игра в шахматы, поэтому шахматисты редко пользуются шахматным мышлением в жизни. То есть, тут так жизнь тяжело просчитать на два-три хода вперед. Что касается пользы шахмат, ну, я думаю, она есть, но все-таки больше у детей. То есть, у детей так до второго разряда, может быть, я думаю, имеет смысл заниматься этим. В том числе, вот, ввели урок шахматы в школах. Я к нему настроен позитивно, потому что, все-таки, я думаю, это полезные качества некоторые имеются. А для взрослого человека, я думаю, нет, все-таки шахматы достаточно специфичный вид спорта, вид игры, поэтому тут не совсем. Возвращаясь к урокам шахмат в школах, вот то, что ввели, вот как вы считаете, насколько хорошо это пойдет на пользу и пойдет ли, не помешает вообще учебе? Ну, если углубляться в эту тему, то я всегда говорил, что я все-таки за факультативный урок. То есть, если родители считают, что им шахматы не нужны, им нужны, например, иностранные языки, то я тоже готов это только приветствовать. Но, в принципе, я считаю, что шахматы на невысоком уровне, безусловно, положительно сказываются на развитии ребенка. То есть, это и концентрация внимания, и умение отвечать за свои поступки. Потому что шахматы игра индивидуальная, и когда ребенок делает неправильный ход, соответственно, он проигрывает и, как правило, страдает, потому что шахматы игра достаточно азартная. Тут тяжело проиграть и сделать вид, что ничего не произошло. То есть, это также умение работать над своими ошибками, после этого он будет стараться думать, что, почему партия пошла не так, как он хотел, и так далее. То есть, есть некоторый набор качеств, которые шахматы развивают, но я, опять же, повторюсь, что там может быть до второго разряда. То есть, профессиональные шахматы, как и любой профессиональный спорт, я, конечно, не считаю, что они полезны для личности. Вы сказали, что для суперфинала Кубка России вы готовились как морально, так и физически. А что это были за подготовка? Вот расскажите. У нас была Македонская лига на тот момент перед чемпионатом России. И это такая довольно-таки легкая лига, где играется всего две партии. Но мы живем в Македонии 10 дней. Ну, то есть, там неплохие условия. Курорт, озеро и так далее. Ну, соответственно, там вот купание, пробежки и, как обычно, работать с компьютером. То есть, было достаточно много свободного времени, которое я мог не отвлекаясь от шахмат, посвятить именно подготовке. Такой вопрос. Как держать себя в тонусе постоянно и умственно, и физически? Ну, умственно, это, само собой, регулярное занятие. То есть, не выпадать из шахмата. Просто у меня, например, был случай в 2016 году. Я довольно хорошо закончил год. И как-то у меня не было турниров до марта 2017 года. То есть, на протяжении 3-4 месяцев. И я так немного отложил шахматы в сторону. Занимался пока какими-то своими делами. И, соответственно, вот когда я приехал на первый турнир в марте, я как-то понял, что шахматы уже немного ушли вперед. То есть, я понимал, что я не поспеваю просто, что что-то начинаю недопонимать там и так далее. Шахматы шагнули вперед. То есть, не надо выключаться из борьбы. Надо всегда смотреть хотя бы партии топ-шахматистов, которые играются в онлайне. Тоже у нас есть для этого специализированные сервисы. И всегда как-то быть, скажем так, в тренде. Сейчас есть какой-то турнир, к которому усиленно готовитесь? Ну, в этом году у нас планируется в декабре чемпионат мира по Рапиду и Блицу в Саудовской Аравии. Но там есть некоторые политические трения, поэтому он пока под вопросом. Но если он состоится, то это будет единственный турнир в году. Такой именно крупный турнир, в который я хочу играть. А так у меня в этом году еще запланировано 2-3 турнира, но они не самые, скажем так, важные. Дмитрий, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова